МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О, времена пошли! Захотел что купить, пошел в магазин и купил. Чудно! А что, раньше вы в Кучегуре охоты или что грабежом добывали? Да нет. Вот то, что в саду в огороде росло, что по двору бегало, то все на столе было. А сейчас все, что в магазине есть. Ага, в магазине, да? Это ты что, собралась немножечко, да, оживить организм? Да нет, это ж я для рецепту. Я за что? Я за то, что раньше на витрине лежит вот этот страх Господь. А написано курица. Ага, смотреть без слез нельзя. Так просто сочувствуешь ее трагической судьбе. А сейчас, о, гляди, все свеженькое, мясистое, смотри, какая сочная. Красавица просто. Это охотничь, вот уже разделанное. Уже все, понимаешь ли, чистенькое, разделанное. Вот и бедрышки тут, крылышки. Вы что, тоже курицу будете готовить? Ну, Людмила Степановна. Малюшенька, вот если бы я хотела готовить отварного енота, я бы енота купила. Где енота купила? Где купила енота? Господи. Малюха, успокойся, я забыла, что юмор, и это не твоя приправа. Извини. Ну что, опять соревнования? Вот, дедушка Ваня наколол. Насколько здесь он не знает. Он сказал, что на глаз точно с чудограмма, он только жидкость вымерять может. А тебе бабушка просил передать, что если бы он знал, что ты сено готовить будешь, он бы летом целый сарай накосил. Ой, какой умный прям. Не сено я буду готовить, а курочку на сене. Ой, боже мой, курочку на сене. Это собака на сене, я понимаю, бывает, а курочка на сене. Я вот что-нибудь попроще, я такое простенькое сациви приготовлю. А что это такое? Сациви? Да. Ну, это такое замечательное кавказское блюдо. Очень вкусное, с орехами, с грецкими, и что самое главное, без сена. Ой, ой, ой. Людмила Степановна, вот это, как говорится, лучше один раз попробовать, и вот это сто раз услышать, как оно укусно. Один раз и пробовать не буду, как оно укусно. Это мы поглядим. Так, приступим. Давай. Тойду, сейчас приду. Доздали все уже. Здравствуйте, дорогие потомки. У каждого великого мастера бывает кризис, когда он понимает, что надо делать что-то новое, новое, иначе обыденность засосет стапками. А это значит, что пора освежиться. А чем хорошо освежиться, как не мятным коктейлем? Для этого нам понадобятся весы. Ну, весы сами по себе ничто, если на них нечего вешать. Это я уже в 92-м году понял, когда в нашем сельмайе, кроме весов и спичек, ничего не осталось. Итак, для приготовления мятного коктейля нам, конечно, понадобится что? Правильно, мята. Сорванная летним кучегурским вечером. А, ароматная и душистая, грамм 70. Вот. Вот так. Отлично. Ой, какой запах. Дальше нам понадобится шалфей. Ну, знаток трав его ни с чем не перепутает. Ну, полы нам тоже понадобится. Грамм, так, 10. Вот. Ну, глаз алмаз. Так. Так. Знаток трав. Это точно шалфей. Тоже 10 грамм. Ну-ка. Да что ж такое опять попало. Так. Дальше. Анис. Анис. 10 грамм. Как вы уже понимаете, тоже. Вот. Ага. Отлично. Ну, и, конечно, следующий компонент, это розмарин. Вот оно на нас. Вы спросите, откуда у кучегурца розмарин? Отвечаю, от почтальон Шелиды. Он у нее в горшках рос, пока кот не отравился. Наверное, с валерьяной перепутал. Ну, во-первых, мы не коты. А, во-вторых, он сожрал же два куста. А нам всего лишь 5 грамм нужно. Вот это убираем. Так. Вот так. Вот. Так. Ну, и, конечно, гвоздички. Берем пяточек. Нечетное число. Все-таки цветок. Так. Я на глаз всегда. О, 5 грамм. И кардамон. К слову сказать, кардамон это не ругательство, как считает наш сторож Максимович, а растение. И оно у нас не растет, зараза, брезгует. Вот. Так что придется купить 5 грамм хотя бы, хотя бы. Так, травы у нас готовы. Теперь нам понадобится 5 литров водочки. Вот так. Многим покажется кощунственным использовать натуральный продукт, как полфабрикат. Но кулинария это искусство. А искусство, дорогие мои потомки, требует шерф. Ой, Женечка, тебя ж покормить надо. А то мы с Людмилой Степановой сейчас как заведемся. Я так и подумала. Поэтому приготовила себе омлет по-нарбежски. С селедкой. Умница какая, ты посмотри. И готовится ведь быстро, и восполняет недостаток белков в организме. А почему с селедкой-то, омлет? Потому что полезно. Вы же сами говорили, что наш грешенькая селедка полезна для зрения и памяти. А я еще сегодня поняла, что и для настроения тоже. Вот умница. Вы не волнуйтесь. Я же брала ту селедку, которую дедушка Ваня любит. Ого. Да смотри, все ушла. Умница. А вот скажи, на каком масле ты готовишь, омлет? Конечно, оливковое. Для жарки. С желтой крышечкой. Оно такое ароматное, и его запах не смешивается с запахом другим продуктов. Поэтому на нем очень удобно жарить. И при этом полезность никуда не девается. Все знает. Вот ты понимаешь, какой восприимчивый ребенок. Для моего омлета по-норвежски нужны 300 грамм слабосоленой норвежской селедки, 8 яичек, лучок и зелень. Репчатый лук нужно нарезать мелко и обжарить на медленном огне. Потом влиять на сковородку взбитое яйца. Готовый омлет выложить на тарелку. А сверху положить селедочку. Все это можно украсить зеленым луком и петрушкой. Как видите, рецепт простой, как печь копеек. А вот вкус этого блюда дорого стоит. Убедитесь сами. Так, 4 часа. Все. Моя курочка готовая. Как 4 часа? Ты только что ее из магазина принесла. Так это же я вместо этой. Такой продукт, как курочка, должен всегда у хозяйки быть у холодильника. Это правильно, это правильно. Все, сейчас мы ее, голубушку, протрем, подсушим ее. Ах, какая курочка. Ты в вине ее, да, сколько мочила? Надо было в шампанском. А вчера не ей делаешь, да? А макияж не будешь ей делать? Ай, Людмила Степановна, вы еще и не видели после солярия у духовки. Вот тогда посмотрите. А ты ей тогда этот самый крем для загара смажешь ее? Ах, какая курочка. Молоденькая. Молоденькая. Сенце вот туда для запаху. Потом у кастрюльку. И две бутылки венца белого. Залить и головку чесноку. А вот это вот соль, перец, вот это все, вот это ж на глаз мы делаем. А сено тоже подсолить надо, да? Ой. Ой. Людмила Степановна, вы лучше вот это про ваши вот эти сациви расскажите. Не ваши, а ваше. Оно в единственном числе оно. Мое сациви, это старинное кавказское блюдо. Значит, ингредиенты. Лук мелко нарезанный, толченые грецкие орехи, хмели-сунели, тмин, так, и шафран, обязательно шафран. Это делается из этого соуса. Так, так, понятно. Что-то я курицы не вижу. Курица у меня стоит, она варится. Да я не про то. Вы же сказали, что вы купите курицу. А что вы купили? Вот это вот грудки, да, бедрышки куриные? Так они ж куриные. Они ж не от енота, а от курицы же. Какая же разница? Я свою курочку, я ее сейчас урубаю. У твой рукав. Ага. А она туда поместится? Нет, у твой рукав она не поместится, деточка. А вот у этот, кулинарный рукав, она поместится. О, спасибо. И с сеном вместе, да? И с сеном. А мы туда еще, знаешь что? А мы туда еще сейчас венца, чтобы ей там повеселее было. Ха-ха-ха-ха-ха. Чтобы она пьяненькая была. Вот. Вот. И в духовочку. Давай. Поехали. Ну так. Пока моя курочка запекается, я могу помочь. Помочь я нибудь? Да, тут у мелочи остались какие-то пустяки. Если хочешь, пожалуйста, вот лук нарежь, пожалуйста. Вот мелко-мелко из-за лук. Также это самое чесночок. Вот еще одну луковицу нужно. Одной мало, пожалуй, будет, да? Все это сюда. Потом складывать нужно. Потом вот это добавить сюда. Этмин. Хмели-сунели. Так, муку. Муку надо обжарить до золотистого цвета. И потом залить ее бульончиком. Жирный слой снять сверху и залить ее. Так. И потом помыть, конечно, это все посуду. Это все, да? Вот это все пустяки, да? Или еще десяточек найдется? Нет, десяток нет. Просто немножко пол потом подтереть. А то насорили мы тут все. Хорошо. Ага. Смотрите. Вот. Ах так. Ой, какой запах. Теперь всю эту травушку-муравушку надо хорошенечко-хорошенечко истолочь. Многие не советуют. Ну, конечно. Ленятся. Вот ведь атомные ледоколы, ноутбуки изобрели. А ничего круче, и ступки с песиком не придумали. Отлично. Так. Хорошенько перемешаем. Так. Все. А теперь быстренько-быстренько все это пересыпаем в бутыль, чтобы аромат не растерял себя глупо и бестолково по дороге к бутылю. Вот так. Быстренько-быстренько-быстренько. Отлично. Вот так-так-так-так-так-так-так. Вот. Ай, как. Что? Еще чуть-чуть. Еще немножко. Так. Помогаем. Вот. Ай, какой запах. Отлично. Угу. И сейчас мы всю эту красоту закупорим. Или закупорим, кто как говорит. Все. Так. Отлично. Так, закрываем. Перемешали. Бродить тут нечему. Так что вероятности взрыва почти никакой нет. Хотя, чего только не бывает. О, ну, Петровны банка с огурцами как рванула. Аж пес с цепи сорвался. Потом долго искали. Да не огурцы и пса, конечно. Но рванула знатно. Как фейерверк о дню независимости. И в вот таком заключении томиться нашему коктейлю аж трое суток. Новость, конечно, так себе. Но ничего не поделаешь. Так что приступаем к самой тяжелой и невеселой части процессу ожиданию. Ой, красавица. Вот она, наша курочка. Ну, ну, ну. Ой. А мы сейчас посмотрим, Женечка, не отвалились ли у нее крылышки. Ну, после того, что ты себе сделала, вообще удивительно, что она вся не развалилась. Опа! Ой. А что ж тогда удивительно, оля, как от нее пахнет. Как будто она такая счастливая. Да, конечно, счастливая, потому что она же выпила. Ой, крылышки правда отвалились. А-а-а. А ничего, мы их сейчас с пашками прикрепим. Вот они. Это значит, она хорошо прожарилась. Ага, значит, это будет курочка не только на сене, но еще и на протезе. Знаете что, вы лучше вот это расскажите, как вы соус свой готовите. Пожалуйста. Соус с сациви называется. А-а-а. Он, между прочим, делается, это может быть и курица, это может быть и осетрина. А-а-а. Это соус так называется сациви. Значит, мы берем вот эту вот прожаренную муку, так, ложечки, ну, наверное, две, кладем, так, сюда, заливаем бульоном. Женечка, подай бульон мне, пожалуйста, так. Заливаем бульончиком, так, потом добавляем сюда орехи, давай поставь на место, так, добавляем сюда толченые орехи, которые мы натолкли, вот, добавляем лучок, мелко-мелко нарезанный, так, благодаря тебе это замечательно, очень мелко, хорошо нарезала, перемешиваем это все, во-первых, да, такая получается кашица, вот такая, так, я думаю, что надо добавить шафран, так, тмин добавляем, это все я, я вот ложками не умею, я все так ощущаю лучше, на ощупь, жменькой, да, вот оно так хорошо, соль, перец, это у нас перец, так, на глаз, на глаз, на ощупь, так сказать, и солить сюда, так, и вот эту всю кашицу, да, мы ставим, нормально, ставь на плиту, на огонек, на маленький, маленький огонек, такие искусные вещи, вот это соус, сациви, это вообще мое блюдо, оно в моей жизни сыграло такую роль, интересную, трагическую, между прочим, да, вот с этим сациви, у меня связана, очень грустная история, я тебе скажу, это было в Норильске, в Норильске, у нас был семинар, учителей, я туда поехала, в Норильск, начну, когда кончился семинар, мы делали банкет такой, прощальный, у Нинки, у Завуча, моя подруга, Нинка, ну вот, и, значит, пришли женщины все, каждый, что мог, сделал, я, конечно, сделала сациви, я его очень люблю, сделала сациви, значит, вечером пришли мужчины, накрыли стол роскошный, и там был один такой, директор школы, абхазец, он нравился мне немножко так, сели мужчины все, он попробовал это сациви, и говорит, кто готовил это сациви? сациви? Так перепугались все, я молчу, значит, а он опять повторяет, я спросил, кто готовил сациви? Нинка, желая меня выручить, так это, говорит ей, и я готовил это сациви, он говорит, ну вот какой сациви, давно не ел такой сациви, вкусный, замечательный сациви, на сердце, думаю, слава богу, никого не убьет, но на следующий день они исчезли, он ее украл, согласно кавказскому обычаю, украл ее, и они исчезли из Норильска, а как можно украсть Завуча? Если Завуч очень захочет, то можно его украсть, если он не захочет жить в Норильске, а захочет жить на Кавказе, но главное, она на многие мечтали, да, она мне главное, оттуда звонит и говорит, слушай, расскажи, как это сациви готовится, я не могу, потому что я встаю с утра, он кричит, где сациви, хочу сациви, и все, она не знает, как это готовится, но, короче говоря, я ей продиктовала, конечно, по телефону, все, как это делать, все, ингредиенты, все рассказала ей, ну и, в общем, так, они счастливо живут, вот, уже много лет, она, значит, у нее и муж абхазец, и сациви научилась готовить, а я при сациви осталась, без абхазца, ой, Леонид Степанов, вы как расскажете, прям, аж мороз, в огуре, очень трогательно, очень трогательно, у меня Коленька есть, муж Коленька, а он сациви, не любит, категорически, я ему рассказала эту историю, так он и просто видеть не может на столе, это сациви, колбаски любит, все когда-нибудь кончается, и нашему настаиванию подошел конец, пришло время фильтрации, вот правильный мятный коктейль должен иметь вот такой оттенок, как у нас, и никакой другой, если цвет куда-то ушел, добавьте несколько листочков черной смородины, и через денек другой цвет вернется, и еще, дорогие мои потомки, обращаю внимание на пиратские поделки в виде столичной, с парой капель мятного масла и зеленки, вот эта бодяга имеет такой привкус медикамента, вот, будьте бдительны, вот, а вообще мята обладает многими целебными свойствами, она полезна при отсутствии аппетита, при расстройстве желудка, судорогах, бессоннице, но самое главное, при похмелье, и причем употреблять ее надо не в виде листьев или корней, а в виде чая, или, как у нас, настоечки, причем мятный коктейль, это почти что бальзам, я вижу, у вас назревает вопрос, а к чему это он про бальзам, а подсластить, подсластить лучше всего не сахаром, а медом, потому что не сладкий бальзам, он ядрёний дистоплива, сколько меду надо, ну, по мне так, знаете, горечь должна уже уйти, а сладость еще не прийти, вижу, у вас опять вопрос, да коли терпеть, вопрос законный, но не обдуманный, а охладить, пить надо, когда графина уже не в моготу, он вспотел, мой пока не потеет, терпит, зараза, ничего, я подожду, итак, первое, что нам сегодня понадобилось, это похрен, в нем берем 100 грамм мяты, по 10 граммов шалвея, аниса и полыни, ее лучше определять по виду, а не по вкусу, добавляем к уже взятому 5 грамм розмарина, по 5 грамм хвоздики, корицы, кардамона, теперь берем и все измельчаем вручную, потому что такое разноценность, травы, выдержит не всякая мясорубка, не говоря уже о разных там блендерах, заливаем измельченной травы и специи водкой в количестве 5 литров, почему авторы рецепта считают, что в каждом доме есть столько водки, вообще непонятно, ну да ладно, через 3 дня настойку фильтруем, и подслащиваем медом, ну и понятное дело, наслаждаемся умеренным потреблением. Ну а вам, дорогие мои потомки, новых вкусов и уверенностей, до новых встреч, извините это под руку. Бабушка, соус начинает закипать. Так вот, пусть он 10 раз булькнет, сосчитаешь до 10, выключай огонь и неси сюда. Хорошо. А я тут уже все от костей курочку освободила. 9, 10. Донесешь? Давай, заливай сюда. Заливать, да? Заливай, заливай. Так, помоги. Хорошо. Ну-ка, соли мало? Я так и знала. А так-то готово? Готово. Но оно, сейчас немножечко сплиты соус, а она должна быть холодная. А моя курочка тоже готовая. Да. А ее можно даже вот сейчас взять и попробовать. Ой, да? Так, да. Ну-ка, сейчас. Веси, да? Сейчас. А сено тоже попробовать? Ой, нет, сено надо вытащить. Это ж для запаха, господи. Ну, Людмила Степановна. А мне? Так, даю. Вот. Теперь мне. Теперь мне. Курочка. М-м-м. Ой. Запах сена. Прованса. Кого? Виф-ля-франш. Сет-рабьян. Что это? Вуаля. Кас-касе. Что это? Бабушка, а можно я просто скажу, что это объедение? Ну, вот. Ну, это примерно она и привела. Слава Богу. Ну, давайте же вашу диковинку попробуем. Давай. Давай попробуем. Ну, вот. Это ложка или вилка естся? Да, чем хочешь. Да? О. О, это даже какая. Соли мало. Мало соли. А? А? Это ж я сейчас понимаю вашего абхазца. Людмила Степановна, я вас сейчас украду, закрою, и будете у Кучугура сациви делать. Ха-ха-ха. Ты лучше сациви укрози. Ну. И я тебе рецепт по телефону дам, как Нинке. Это не то слово. Бабушка Алёся промыла куриную грудку, залила водой и поставила вариться на небольшом огне. Около 20 минут. Дальше растолкла орехи в ступке, добавила к ним чесночок, специи, лук и шафран. И всё хорошенько перемешала. Затем она обжарила мокут из золотистого цвета и смешала её с орехами и специями. В эту смесь она влила куриный бульон. Столько, чтобы получилась однородная кашица. А потом поставила кастрюлю с соусом на огонь и сказала, что надо снять, как только появятся первые пузырьки. Во всю эту вкуснотищу добавила кусочки курочки. Перемешала и дала остыть. Ну и в конце посарила и поперчила по вкусу. Приятного аппетита! В начале бабушка смочила вином сено и положила его в курочку. Затем курочку опустила в это же вино и мариновала четыре часа. После того, как курочка приняла в ванну, бабушка обтёрла её полотенцем, натерла солью и перчиком, а белое мясо нашпинговало чесноком. Дальше курочку надо упаковать в рукав для запекания, влить туда полстаканчика вина и поставить в духовку на полчаса. Ой, чуть не забыла, духовка должна быть нагрета до 180 градусов. Когда бабушка достала курочку из духовки, она проверила, в какой они держатся крылышки. Если они готовы отвалиться, надо проткнуть её деревянной палочкой через всё тело и поставить в духовку ещё на полчаса. Эти полчаса шли так долго. Наконец бабушка Валя достала курочку из духовки, вынула сено и очистила от оставшихся травинок. Курочка готова! Ням-ням! Так что понесли, а то я же могу не оторваться. Давай! Понесли? Понесли на стол. Всё! Так, вся победа! Нет! Победа общая! Победила дружба! Да! Пошли! Дедушки Валя языком молот, шо пиво с мужиками трескать. Будет лопать так, шо за уши не оттащишь. Все наши компоненты куплены в аптеке. А там всякая чепуха не продаётся. Да. А может и продаётся. Мне кажется, шо вот эти твои все речи вот смахивают на диктатуру. Иван Бучко из села Кучугу спрашивает. Тремя внезапно аппетита. Субтитры подог consulating